Трамп Тауэр Баку – высотное здание в городе Баку, столице Азербайджана. Башня, достигнув высоту в 130 метров, вошла в пятерку высочайших зданий Азербайджана. Главный архитектор проекта – Тогрул Руслан Аглы. В 2022 году был открыт отель Ричарлтон Баку, который занимает все здания. Начало строительства – 2008 год. В июне 2009 года фундамент здания уже был полностью готов, и в июле того же года начали появляться первые этажи фасада. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены. Здание находится в Баку на пересечении центральных столичных магистралей, проспект Гейдара-Алиева, проспект Бабека, улица Юсифа-Сафарова. В 350 метрах к северу от башни находится открытый в 2012 году культурный центр Гейдара-Алиева. Ближайшая станция метро – станция Хатай – в 840 метрах к юго-востоку от высотки. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров. Стилистически его относят к архитектурному футуризму. Геометрически высотка представляет собой две полуокружности, соединенные по длине диаметра под прямым углом, образуя на стыке соединения ребро здания. Для освещения применяются лэт-экраны, размещенные вдоль ребра и полукружных краев здания. Бизнесмен Дональд Трамп стал участвовать в незавершенном проекте в мае 2012 года через свою кампанию The Trump Organization. После того, как Трамп объявил о своей кандидатуре на пост президента США на выборах 2016 года, несколько новостных организаций сообщили о его участии в проекте. В мае 2012 года компания бизнесмена Дональда Трампа, The Trump Organization, подписала несколько контрактов с Солтоном и Анаром Мамедовыми и планировала перестроить башню в ультрароскошную недвижимость. Трамп также лицензировал свое имя для проекта, который будет называться «Трамп Интернешнл Отель Амперсант Тауэр Баку». На первых 13 этажах располагаются гостиничные номера, а остальные этажи 33-этажной башни используются под кондоминиумы. Управлять отелем должна была компания Трампа. Дочь Трампа, Иванка Трамп, курировала общее развитие проекта, в то время как Мэйс, лондонская строительная компания, курировала частичное преобразование башни в отель. Иванка Трамп и The Trump Organization были тесно вовлечены в утверждение проектов, чтобы привести проект в соответствие со стандартами Трампа. Сотрудники The Trump Organization ежемесячно посещали площадку, чтобы одобрить каждый новый заказ на работу по проекту. Хотя многие кондоминиумы проекта были завершены на момент участия Дональда Трампа, сотрудники The Trump Organization перестроили большую часть интерьера здания. Было также добавлено несколько лифтов. Иванка Трамп осмотрела объект в октябре 2014 года. Дональд Трамп публично объявил о проекте 6 ноября 2014 года с планами открыть его в июне 2015 года как следующий объект в Trump Hotel Collection. Жилой вестибюль должен был быть отделан сусальным золотом, в то время как отель должен был включать в себя бальный зал площадью 500 квадратных метров, 147 метров торговых площадей, бар шампанского, ресторан и спа-центр с несколькими бассейнами. Проект должен был включать 72 ультрароскошных, резиденции, 40 обслуживаемых апартаментов, 30 люксов и 119 гостиничных номеров. После того, как Трамп был избран президентом США, The Trump Organization прекратила свое сотрудничество с неоткрытым проектом 30 ноября 2016 года более чем через год после задержки строительства.